МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну всё, готова. Как тебе? Честно? Катюш, ты волшебница. Ну, правда. Может, тебе свой салон открыть? Ну, я подумаю. А что, мой Саша, к примеру, собирается со временем ресторан открыть? Мне кажется, у него получится. Сашка, твой, конечно, молодец. Тебе с ним повезло. Вот же и здесь он готовку на себя возьмёт, а ты будешь ко мне в салон ходить на прически и маникюры. А Генка мой только баранку крутить умеет. Да главное, чтоб любил. Слушай, ну, непрестижно это всё. Вот он мне жениться предлагает. А я думаю, может, я кого-то встречу покруче. Ты что, его не любишь? Ну, слушай, а если я полюбую кого-нибудь поинтереснее? Не знаю, мне кажется, если любишь, то просто любишь и всё. Вот как я, Саша. У нас с ним точно навсегда. Хоть сто лет пройдёт. Ты глупенькая. Ничего вечного не существует. Да существует. Не знаю, я себе даже представить с другим не могу. А почему тогда не женьтесь, а? Поженимся. Институт закончу и поженимся. Как будто в Педе нету заводчики. Ты слышишь? Скрикочешь что-то. Сверчёв. О, отлично. Да? Ну, так я прямо сейчас и приеду. Да? Жди. Да. Так. Что у нас тут происходит? Мам, мы Сверчка спасали. Он на шторе сидел. Мы его поймали и выпустили. Я всё уберу. А я, пожалуй, пойду схожу за мусорным ведром. Красивый цветок. Прости. Да ничего страшного, Танюш. Мы его пересадим, когда я вернусь. Да, я, кстати, на дачу собираюсь. Соседка позвонила, торопит усы клубничные забрать. А то засохнут. У них такой сорт хороший. Ты же на утро к стоматологу записалась. Успеешь вернуться? Я же без ночёвки. Ну, посажу и сразу назад. А, между прочим, мне бабушка говорила, что Сверчок в доме – это к покойнику. Ой, первый раз слышу. А вот про то, что Сверчок в комнате незамужней девушки к скорой свадьбе, вот про это читала. Ну, мы же горшок купили. Вот тебе и покойник. Да, горшок жалко. А цветок я сейчас поставлю. Ведро с водой. Так мы с Пасеми его отбили. Вот ты суеверная, Катя. Веришь во всякую ерунду? Привет. Привет. Привет, Бородач. Привет. Я соскучилась. Честно? Угу. У меня для тебя сюрприз. Какой? Это секрет. Но ты должна угадать, где? В нашем почтовом ящике. Согласен, это было слишком просто. Тогда угадай, что там. Для попытки. Билеты в кино? Нет. На концерт? Нет. Ну, вообще холодно. Так, я теперь сама посмотрю. Саша, что это? Тань, выходи за меня. Замуж. Но мы же хотели попозже. Да, но я осенью в армию ухожу. И мне бы хотелось, чтобы меня дома ждала любимая жена. А теперь? А теперь я приглашаю тебя на ужин. Я люблю тебя. Бог в помощь. Так, Валюха, это тебе. Бери, сажай, не пожалеешь. Клубника у нас высший класс. Спасибо. Крупная, сладкая. До самой осени плодоносить будет. Спасибо, Раечка, спасибо. Знаешь, сейчас быстренько посажу и домой. А, кстати, хочешь, я тебя подвезу? Нет. Ко мне сегодня мои мужики подъедут. Мы решили шашлык сварганить. Посидим. Попоем. Оставайся с нами, а. Да нет, не могу. Не могу. Мне завтра с утра к стоматологу. Что, зубы разболели, что ли? Не на тебя? Да нет, ну профилактика, да почистить. Слушай, давай перенесем. Не, ну я понимаю, болели бы, а так? Ну. Да не могу. Нина Николаевна в отпуск уходит. А я только к ней хожу. Ну не доверять же свои зубки. Кому попало. Не, ну тогда, конечно. Таня, прошу. Вау, Саш. Прям как в крутом ресторане. Я очень старался и хотел, чтобы все было празднично. Все, подожди. Нужно сфоткать эту красоту сейчас. Давай. Ну, а теперь тащи свой диплом. Зачем? Как зачем? Я хочу тебя с ним сфотографировать. Не, не, не надо. Я не хочу. Саш, ну ты чего? Это же исторический момент. Ну давай. М? Давай. Готов? Пойдет? Угу. Так? Угу. Есть? Есть. Теперь иди сюда. И будем фотографироваться вместе. Слушай, Валюш, я тут прогноз смотрела. Ливень обещают, с грозой. Так может не поедешь никуда? Останься, переночуешь. Да нет, я поеду. Может, до дождя успею. Ну, а если нет, так и ладно. В салоне же не капает. Ну, оно-то да. Ну, пока. До встречи. Пока. Пока, Валюш. Все было очень вкусно, Саша. Спасибо тебе. Это еще не все. Я хочу, чтобы ты попробовала кое-что особенное. Я уже так наелась. Пожалуйста, одумай, Голосочка. Ну, хорошо. Это абрикосовое желе. По рецепту моей мамы. Очень вкусно. Это мама научила тебя готовить? Ну, скорее отец. Мама довольно рано не встала. А отец хотел, чтобы я поскорее стал самостоятельным. Он вообще считает, что мужей должен уметь все. Поскольку он все время был в разъездах, я вынужден был готовить и себе, и ему. Так и полюбил все это. Какой твой папа молодец. Угу. И про фе еще долго выбирать не пришлось. Когда поженимся, я буду тебя всегда-всегда баловать. А когда у меня появится свой ресторан, мы будем ужинать только там. Как мне с тобой повезло. Я буду всю жизнь тобой гордиться. Правда. Сейчас ливень начнется. Ну, что, товарищи? Не могу. Родители будут волноваться. Да и мама, наверное, уже вернулась с дачи. Сегодня ночью отец вернется из рейса. А завтра мы пойдем к твоим родителям договариваться о свадьбе. Завтра мы будем самыми счастливыми людьми на свете. Ну, почему только завтра? Теперь всегда. Мне пора. Мне пора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего себе! Что там? Ты что, не видишь? В дальнобое прицеп, оказывается. А его же не видно. Габариты не горели! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты опух, чувак! Тебе уж габариты не горят. А прицепь! Я не знаю, когда вышел. Горели! Работало все! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женщина вроде царелен. У нас живая еще! Точно! Живая! Скорую надо вызывать! Открывай! Заклинила дверь! Спасателей надо! Товарищ подполковник, ну не тянет Чеглов в линейный отдел. Давайте Мухина назначим. Хорошо. Так, мужики, давайте, по последней и по домам. А то, я чувствую, меня там Валя заждалась. Я слушаю. Товарищ подполковник, только что сообщили, авария на подъезде к Лопатинску. Ну? Там ваша жена. Извините. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты что, не видел, что тебя говорите не говорят? Да как тут видишь, ливень такой. И когда выезжал, работал, а всё горело. Да я тебе. Я тебя уброй, ты понял? Забирайте его. Тань. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мама... Мама в аварию попала. Как? Что с ней? Пап? Папа, она жива? Она жива, пап. Папа. Папа. Пациентка-женщина. Возраст 47 лет с ДТП. Травма головы, множественные переломы конечностей. Сдавливание грудной клетки. Срочно готовить операцию. Папа. Здесь то, что ты просил. Как потерпевшие? Скорая увезла. Саш. За рулем была Танина мама. Прости, сынок. Проходим. Здравствуйте. Таня. Как она? Я не знаю. Не говорят. Саша. Бабочка моя. Пусть она выживет. Саша. Девушка. У меня пока нет информации. Извините. Подождите. Узнайте все у доктора. Он вам сам все объяснит. Я должна идти. Танюша. Танюша. Я смогу пересадить. Пап. Я не хочу пересадить. Папа. Ничего уже не подержишь. Отлично. Надо жить дальше. Пойдем. 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 Маш, мне в тот день Ирисов обещала, на жёлтых. Говорит, я буду рассаживать клубни и дам. Он говорит, давай я тебя подвезу. А ты, говорит, муж приедет к сыну. Лучше ты оставайся. Примите мои соболезнования. А мне твои соболезнования не нужны. Их станет ты сейчас, а больше не будешь. Сергей Николаевич, если вы хотите, чтобы ваша дочь была счастлива, вы должны знать, мы с Таней любим друг друга. И мы хотим пожениться. Если ты сам не исчезнешь из её жизни, тогда я помогу тебе, поверь мне. Вы не поняли. Я от Тани не откажусь. Я буду бороться за неё до конца. Послушай, сопля. Я два раза повторять не буду. Свободен. Всё. Пап, остановись. Что ты делаешь? Саша. Саша, ходи, пожалуйста. Я потом тебе позвоню, ладно? Потом поговорим. Хорошо. Пап, за чём ты так? Саша не виноват. А ты представь, каково тебе будет всю жизнь смотреть в глаза сыну убийце своей матери. А потом ещё с убийцей породнешься, если, не дай бог, поженитесь. Ты подумай об этом. Очень хорошо подумай. Пап, ты делаешь мне очень больно. Ты поплачь. Говорят, помогает. Кать, что мне делать? Как мне пережить это? Ещё пару дней назад я была так счастлива. Всё было так хорошо. А сейчас всё рухнуло. Да, я понимаю. Нет. Папа человека, которого я люблю, убил мою маму. Как это можно пережить? Ты любишь Сашу? Люблю. Вот и ответ, Танюша. Я люблю его и ненавижу. Что ты говоришь такое? Это всё вышло непредумышленно. Это просто чудовищное стечение обстоятельств. Кать, мамы нет. Я зонтик вернусь. И ещё вот это. Нам с тобой лучше расстаться. Таня. Я всё решила, Саша. Послушай, если ты хочешь, чтобы мы перестали видеться на какое-то время, хорошо, я согласен. Но, Тань, мы... Мы не обязаны отвечать за ошибки наших родителей. Родителей? Ты хочешь сказать, что моя мама виновата? Таня. Она сама влетела под прицеп. Вот. Вот ты будешь всю жизнь опрадовать своего отца и винить мою маму. Я видеть тебя не хочу. Таня, Таня. Да не трогай меня! Таня. Между нами всё кончено. Да. Тань, ты хорошо подумала. Каникулы уже. Чего из дома-то бежать? Вместе как-то легче. Мне так будет проще, пап. Мне очень... Мне очень тяжело расставаться с Сашей. Ну да, понимаю. Ну, ну... Ну, уж покойся. Танюш. Танечка. Ну, может, она их лучше. Может, ты решил уехать. Может, она их лучше. Есть свободный стол. Сидём. Принесите нам, пожалуйста, три порции. Закажи мне тоже водичку. Угу. И воды. Саш. О, привет, Катя. Привет. А что ты тут делаешь? Да, как и все здесь, в армию ухожу. Ну, а чего не бритый тогда? Да, успею еще. А ты как здесь? Да вот, брательника Генки мы его призвали. Мы провожаем. Понятно. Ну, хорошо тебя служить. Спасибо. Хорошо, что пришла. Хоть ты мне ручкой помашешь. Слушай, ну, что, отца посадили? Шесть лет дали. Да. Грустненько. А что, Таня? Мне не удалось с ней связаться. На звонке она не отвечает, от отца съехала. Не оставила мне ни единого шанса. У меня то же самое. Ни ответа, ни привета. Ну, так, ты не грусти. Все, не ладится. Бров, общее построение. Уже автобусы подогнали. Татьяна Сергеевна, я уже здесь. Извините, на работе задержали. Ничего страшного. Но в следующий раз постарайтесь не опаздывать. А то Миша очень разволновался. Да, я понимаю. Мишань! Миш! Говори, до свидания, Татьяна Сергеевна. До свидания. До свидания, извините. До свидания. Ну что, теперь и мы можем идти домой. Сейчас я еще раз покачусь, и все. Ну, давай только быстренько. Ну, девчонки, а может с вами познакомиться? Ура! Папа, привет! Привет, дорогой. Привет. Ну, поехали. Поехали. Папа, почему ты себе на крыше мне поставишь мигалку? Ты же коп. Ален, ну какой коп? Нужно говорить полицейский. Алюсь, мигалки ставятся только на служебные машины. А вот вы же оба с дедушкой полицейские. Вам можно ездить друг к другу в гости на служебной машине? Иногда. Иногда, думаю, можно. Значит, на дедушкину свадьбу мы поедем на твоей служебной машине. А дедушка у нас, значит, женится. И почему я не в курсе? Потому что я не успела сообщить. А вот я зато успела. А ты у нас все успеваешь, торопышка. Папа приглашает нас на свадьбу. Давно пора. Да, я тоже очень рада за отца. Восемь лет прошло с тех пор, как мама погибла. Время так быстро летит. Горько! 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 Раз! Два! Три! Четыре! Пять! У-у-у! Я хочу сказать тост. Дорогой папа, дорогая Елена Петровна, разрешите поздравить вас с законным браком и пожелать, чтобы в вашей новой жизни и в этом прекрасном новом доме всегда царило счастье и любовь. Мы с Леной тоже на это надеемся. Спасибо, Танечка. Правда, Лена? Да, конечно. А еще мы надеемся на то, что у вас, наши дорогие дети, теперь тоже все будет по-новому. Есть у меня план. Отличный. Но об этом попозже поговорим. Спасибо! Спасибо! Ура! Папа, на котельке хочу покататься. Пойдем покатаемся. Скоро вернемся. Люблю тебя. Ух ты! Давай. Вот так. Садись. Папа, раскачай меня, пожалуйста. Хорошо. О, Сергей Николаевич. Здорово, вы тут все продумали. Детскую площадку обустроили. Оп. Претендую на звание лучшего деда года. Повезло, внукам Елены. Да нет, это площадка для Аленушки. Надеюсь, она будет чаще появляться. Потому что вы с Таней переедете в Лопатинск. Папа, я хочу на эту лесенку. Давай. Оп. Прыгай. На лесенку. Вот так. Оп. Мы, значит, переезжаем в Лопатинск. Почему я об этом ничего не знаю? Потому что я тебе первым об этом говорю. Я иду на повышение, приказ уже подписан. Так что приводи в Лопатинск. Поработай с старшим операм, а там видно будет. Пожить в моей квартире, что и пустовать. Мы с Еленой уже сюда переехали, в новый дом. Я даже... Спасибо. Это так, по-русски, душевно. Только... Ну что? Что смущает? Да ничего не смущает. Правда, мне все нравится. Боюсь, только Таня не захочет переезжать. Я ей давно предлагаю в Лопатинск перебраться, а она почему-то не хочет. Договорите, все будет хорошо. Переводись. Да? Ну давай. А ну-ка, принцесса, давай, кто первый, до горки. Молодцы. Что пришли? Я сейчас на минуточку. Танечка, я же понимаю, что я никогда не смогу тебе заменить, маму. Но мачехой тоже не хочется быть. Недоброе это слово. Ты разрешишь мне пытаться стать твоей подругой? Елена Петровна, я же только за... И я нормально отношусь к решению папы жениться. И так уже восемь лет живет один. Можно я тебя обниму? Спасибо. Мы будем обеспечивать крепкий тыл нашим мужчинам. Я очень рада, что я теперь бабушка. И я готова помогать со свиданием. Вы же переедете в Лопатинск. Это вряд ли. Почему? Я не хочу об этом говорить. Давайте лучше выпьем. За крепкий тыл. За дружбу. Миленка спит уже? Хорошо. У меня к тебе предложение. Давай в Лопатинск переедем. Зачем? Мне нравится жить в Зареченске. А я твоему отцу уже обещал тебя уговорить. Значит, ты уже все решил, да? Ну что ж, плохо. Сергей Николаевич нам отдает свою квартиру. У меня с его помощью здесь карьера пойдет в гору. Ну, в Зареченске я так и буду в операх рядовых сидеть. А тебя не смущает кумовство? Мне кажется, всего в жизни нужно добиваться самостоятельно. Да ладно тебе. Танюш, ну, близкие люди, ну, то и близкие, чтобы друг другу помогать. Отец твой мужик правильный. Дело предлагает. А ты у нас что? А? Неправильный получается. Ну, что ты, Костя? Костя, помогите. Попробуй. Подожди. Что там? Давай, Си. Чего, Владимирыч, прокатили тебя? Переживу. Главное, работа нас любит. Тимош, кончай издеваться. А кто издевается? Я негодую. Владимирович уже собирались назначить старшим опером. Ну, а назначили Покровского. Значит, заслужил. Начальство виднее. Как же. Заслужил он. Говорят, он взять Кудрявцева. Ну, вот. Поэтому и флаг ему в руки. Пусть руководит. А мы работу работать будем. Как я люблю говорить. Меньше власти, крепче сон. Правильно. Здорово. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю, товарищ полковник. Знакомьтесь, вот ваш новый начальник Покровский Константин Евгеньевич. Прошу любить и жаловать. Можно просто кость. Надеюсь, что когда вернусь через отпуск, вы будете дружной командой. Хорошего отдыха. Спасибо. Ладно, не буду вам мешать. Знакомьтесь, работайте. Константин Евгеньевич, вот ваш стол. Ну, что, парни, подружимся? Конечно, подружимся. Мы люди мирные. А вот, кстати, и все наши текущие дела. Ну, что, ознакомьтесь. Как же все-таки Костя похож на Сашу. Это случайно так вышло, или выбрала его именно из-за этого сходства? Сначала, наверное, сработало сходство. Я так и подумала. Я его в подъезде дома встретила. Увидела со спины и обомлела. Костя обернулся и... И влюбился с первого взгляда. Наверное. Костя тогда жил в квартире родителей. Те уехали на север, деньги зарабатывали. Да так-то мы и остались. Мы, кстати, в Зареченске жили в их квартире. А с Сашей с тех пор так и не виделись? Нет. Да. Ты тогда, конечно, основательно зашифровалась. Все связи оборвала. Даже со мной общаться перестала. Я просто не хотела, чтобы Саша тогда меня нашел. Я так и поняла. Даже не обиделась. Зато теперь у нас с Костей семья, дочка. Все нормально. Саша, у меня такое впечатление, как будто ты этими словами сама себя убеждаешь, что у тебя все нормально. Катюша, давай передохнем? Чайку попьем, я буду чайник поставить. Слушай, мне некогда чай пить. Держать пора. Да это пару минут. У меня клиентка по записи. Я не люблю опаздывать. Ну смотри. Слушай, кстати, она воспитательница в детском саду работает. У них сейчас дефицит квалифицированного персонала. Давай я номер садика узнаю. Я узнаю, конечно. Спасибо. Пока. Ты чего сидишь, не отстегиваешься? Ты меня сегодня сам заберешь из садика? Нет, малышка. Я думаю, что сегодня тебя заберет бабушка. А ночевать возьмешь меня домой? Крошка, я очень постараюсь. Ну давай смотреть по обстоятельствам. Грустить не будешь? Нет. Плакать не будешь? Нет. Ты же у меня сильная. Иди на руки. Опа. Будем всех сейчас кормить. Спасибо, Сергеевна. А когда мы пойдем в группу, я кушать хочу. Сейчас всех деток приведут и пойдем мыть ручки и завтракать. Потерпи пять минуточек, хорошо? Хорошо. Здравствуйте, Дукьяна Сергеевна. Привет. Здравствуй. Значит, Карина твоя дочка? Да. Да. Я так много раз представлял нашу встречу. Нам нужно поговорить. Это же моя машина. Нет смысла. Нет, это же моя машина. Это общая машинка. Так, дети, строимся по парам, идем завтракать. Все, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Давайте, давайте. Так, будем рисовать. Один альбом вам на двоих. Один вам на двоих. Ты будешь сама. Разбираем, разбираем. Разбираем. Берите, берите, какие хотите. Вадик, пойдем. Вадик сядет здесь. Рядом Карина. Вот так, молодцы. Молодцы. Девчон, Сергеевна, вам плохо? Нет, все в порядке. Вы так погляднели, может, к врачу, там валерьянка есть. Наташ, со мной все хорошо, правда. Тогда я сделаю вам горячего чая. Да. Хорошо. Хорошо. У тебя что-то случилось? Телефон забыл. Даже не спросил, почему аспирином не обошлась. Хочешь пить, пей. Ты сегодня особенно заботлив. Я просто устал с тобой бороться. Если ты не возьмешь за голову, я с тобой разведусь и сам. Что-то новенькое? Мне надоело, что Кариша постоянно ночует у твоих родителей. Но показывать ей вечно пьяную мать тоже не вариант. А потом я ее лучше сам буду воспитывать. Да. Ну, разводись. Только свою долю ресторана я тебе не продам. Чтобы ее заполучить, тебе придется меня убить. Ты нормальный человек вообще? Как можно такую ерунду вслух вообще произносить? Да. Ладно, извини. Сейчас я приведу себя в порядок и поедем работать. Что-то с тобой не так, Александр Борисович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Да, Владимир Зурадович, я же не спорю, твои ехенкали, безусловно, самые лучшие в городе, самые вкусные. Скоро приеду, все обсудим. На связи. Да, 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 именно так. Именно так. Иван Юрьевич, я так понимаю, у нас сегодня супом дня будет то, о чем я подумал. Да, Александр Борисович, крем-суп из кабачков, неправленный фенхерем по вашей ресурсуре. Желаете отведать? Да, пожелаю. Тарелку с супа дня. Я же специально акцентировал ваше внимание. Пассеровать лук и томаты нужно на рапсовом масле, а не на оливковом. Да, говорите. Какое мясо? Говядина? А что у вас, ферма животноводческая? Угу. Судня. Ну, я понял. Продиктуйте адрес, я сейчас подъеду. Ты здесь? Слушай, звонил фермер по поводу мяса. Я поеду, узнаю, что там, к чему может, удастся заключить договор на регулярные поставки. Да, конечно, езжай. Ты не волнуйся, я за всем прослежу, все проконтролирую. Позвоню маме, договорю, чтобы она забрала Каринку. Не надо звонить маме и ни о чем ее просить. Я вернусь до шести вечера, и ты сама сможешь забрать Каришу. Ладно, как скажешь. Вам нужно больше времени проводить вместе. Ты же мать, для нее важно твое внимание. Хорошо, я поняла. Иди уже. Мне очень больно. Я все еще люблю Сашу. Я не могу быть счастлива без него. Или смогу. Наверное, я смогу, когда сумею его разлюбить. Интересно, вспоминает ли он обо мне? Ну что ты читаешь? А, это моя старая тетрадь. Раньше я записывала туда разные мысли про себя и про других людей. А про меня там тоже написано? Пока нет, малыш. А про Карину? Почему именно про Карину? Она даже не заплетала косы. А у нее своя мама есть. Так ты маленькая ревнеется, а? Кто маленькая ревнеется? Я сколько раз говорила, не трогать мои вещи, маленькая воровка. Я не воровка! Если берешь чужое, значит воровка. Быстро положила все на место. Умываться и ужинать. Я не буду ужинать! Будешь, как миленькая! Пойдем! Ты плохая! Не люблю тебя! А ну пойдем! Со мной быстро! Я сказала, пойдем со мной быстро! Заходи! Остановись! Будешь стоять здесь, пока не научишься слушаться маму. Ты меня поняла? Я спрашиваю, поняла? Поняла! Вот и прекрасно! Боже, что я делаю! Кариночка! Кариночка! Залонышка, извини меня, пожалуйста! Зайка, извини меня! Ладно! Но ты ведь тоже была не права, правда? Давай так! Мы сейчас с тобой пойдем умоемся и забудем нашу ссору, да? Я не буду говорить папе, что ты берешь чужие вещи, а ты ему не расскажешь о нашей ссоре. Мир! Мир! Алло, Диночка! Что случилось? Как там у вас дела? Мама? Я, наверное, чудовище. Ну что за самое бичевание? Ты что, опять выпила? Мам, ну почему сразу выпила? Я не пила. Ну, извини меня, извини меня, пожалуйста. Ну, мне просто, просто показалось. Ну, что у вас там случилось? Я опять поссорилась с Каринкой. Я не могу, она меня бесит. Мам, даже по мелочам. Я не знаю, что мне с этим делать. Ну, ну, так бывает. Так бывает даже с родными детьми, а уж с приемными, ну, тем более. Но ведь тебя никто не принуждал удочерять ребенка из детдома. Ты же так хотела доченьку. Я знаю, что я сама виновата. Но если бы я только знала, как трудно полюбить чужого ребенка, я бы ни за что бы не взяла Каринку. Слышишь меня? Ни за что. Ты же знаешь, что любовь – это не только умиление кем-то. Это работа. Работа над отношениями. Ты чего не ложишься? Дина! Да-да. Угу. Ну, послушай, малыш. Все будет хорошо, да? Ты сейчас ляжешь, хорошо поспишь, да? Выспишься, а завтра все будет нормально. Я целую тебя. Целую. Спокойной ночи, доченька. Спокойной ночи. Ну, что там опять? Да все то же самое. Знаешь, Аркаша, наверное, зря мы тогда Дину в юности на аборт сломали. Был бы сейчас собственный ребенок, не было бы проблем. Беда. Думаешь, было бы лучше, если бы она 17 лет стала матерью-одиночкой. Владик же ее бросил. К тому же это была твоя идея насчет аборта. Да, моя. Ну и что? Ты же мог меня остановить? Ты же меня поддержал? Конечно, я теперь задним умом понимаю, что я ошиблась. Ошиблась. Надо было заставить этого Владика на ней жениться. Да если бы она его любила. К сожалению, наша Диночка любит только тебя. Да. Избаловали мы ее с тобой. Хорошо, что еще муж попался. Терпеливый. Ну, когда-нибудь и Сашке надоест с ней нянчиться. Да. Интересно. Это ж кто ее избаловал? Да оба постарались. Вот ты почему ее все время малышом называешь? Взрослая женщина. 30 лет. А ты все малыш, малыш. Ну. Конечно. Я во всем виновата. Ладно. Давай спать, а то мы поссоримся. А то мы поссоримся. Танюш, привет. Прости, задержался после работы. Тебе не надал. Замотался. Ты же знаешь, какая мне служба. Да, я понимаю. Или ты мне не доверяешь, а? Ну, признавайся. Я же тебя люблю. Ты единственная женщина, ради которой я готов пойти на все. Еще Аленка. Я знаю. Я доверяю. Какая ты сегодня не такая. У тебя все в порядке? Привет. Привет. Все нормально? Да. Ладно, я в душе спать. Саша, можно к тебе? Дима. Саша. Ну, Саша, ну что такое? Я что, что-то делаю не так? Дело не в этом. А в чем тогда? Ну, я же не пью. Я так хочу все исправить, Саша. Я немного устал. День был просто. Прости, но не сейчас. Да пошел. Ну, зачем ты опять это делаешь? Ты сам меня вынудил. Ты же хотел, чтоб я опять выпила. Ты просто ищешь повод, как всегда. Нет. Это ты всегда ищешь повод наказать меня своей холодностью. Я лишь облегчаю тебе ситуацию. Уже поздно. Давай завтра поговорим. Пойдем спать. Иди и сам ложись спать. Ясно? Выкричи Карину, разбудешь. Карина, какой у тебя рисунок красивый. Ну-ка посмотрим, что ты тут нарисовала. Это мама, папа и дедушка? Нет. Это папа, это я, это бабушка, а это дедушка. А мама где? Не хочу ее рисовать. Ты на нее обиделись. Все будет хорошо. Посмотри, как я нарисовала. О, какая красота. Красиво. Молодец. Хорошо. Тань, давай все-таки поговорим. Саш, не надо, прошу тебя. Давай лучше поговорим о Карине. Меня недавно кое-что насторожило. Я сейчас принесу ее рисунок и ты сам все поймешь. Давай. Посмотри за детьми, пожалуйста, ладно? Так. Да. Господи, что ж такое-то? Все нормально? Да, все хорошо. Я вам помогу. Ну что, вам давление подалит? Да нет, спасибо. Все хорошо. Просто выскользнулись рук. А у меня жук. А у меня жук. Ух ты. Красивый. Большой. Отстань. Это мой папа. Так, ты чего толкаешься? Девочки, давайте вы не будете ссориться. Вместе возьмете жука и отнесете его обратно. Да? А где мы его отпустим? А где ты его взяла? Да вон там. Вот вместе отнесите его и отпустите. Только положите аккуратненько, потому что у него есть маленькие детки. Они его ждут. Хорошо? Хорошо. Давайте. Нам это нужно все отвезти на склад. Вот, посмотри. Карина нарисовала вашу семью, но здесь нет мамы. Это тревожный сигнал. Обычно дети рисуют маму в первую очередь. У меня ощущение, что девочке не хватает материнского тепла. Может, ты поговоришь как-то осторожно с женой? Конечно. В этом отчасти есть и моя вина. Я должен был полностью освободить Дину от ресторана, чтобы она все свободное время посвящала Карине. Ты подумай об этом. Хорошо, спасибо. Карин! Пойдем домой. Сейчас заберем маму из ресторана, отвезу вас домой и сам поеду на работу. А можно лучше с тобой в ресторан? Не сегодня, малышка. На другой раз. Такой вариант нам не подходит. Тогда пусть мама на работе остается, а мы с тобой домой поедем. Ты же знаешь, по вечерам за рестораном лучше, чтобы присмотрел мужчина. Все, давай. Не огорчай маму. А здорово в этих магазинах варишек накрыли. По горячим следам. Да, они на камеры попали. А дальше дело техники. Все равно молодцы. Мам, не болтай, ты все проиграешь. Понял. Только твой папа никогда не проигрывает. Ты знаешь, конечно, они кормили нас неплохо. Но экскурсии были замечательные, интересные. А море? Боже мой, какое это море. Мне кажется, что я бы даже помолодела на 20 лет. Таня, с тобой все в порядке? Да, все нормально. Ну, прозвучало как-то не очень оптимистично. С Костей не поссорилась? Нет. Просто размышляю. Может мне уволиться из садика? Коллектив плохой? Устала, наверное. Ну, если устала, то, конечно, увольняйся. Посидишь дома, отдохнешь, осмотришься. Я же понимаю, что другой город, другие люди, ничего страшного. Итак, внимание. Оп. Мясо готово. К столу все бегом, бегом, бегом. Пойдем, пойдем, пойдем. Да бросай ракетку, пойдем. Смотри. А я выиграла. Какая молодец. Да, Ленка, у нас прям монстр в Эминтоне. Да? Требую утяжительный поцелуй. Держите. Спасибо. Давай. Давай. Я читаю городские новости. По-моему, ты уже спишь. Точно? Точно, точно. Сережа. Ты ничего сегодня не заметил? Ты о чем? По-моему, все великолепно прошло. Что? А по маму, нет. Таня очень печальная. Может быть, Костя на королеве сел, ты бы поговорил с ней. По-отцовски. Да нет, Таня просто не хотела сюда переезжать, поднимается. Привыкнем, все будет хорошо. Не переживай. Иди ко мне сюда. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Иван Георгиевич, все готово? Пока еще нет. Почему? Александр Ильич, рук не хватает. Понял, присоединяюсь. Что делать? На овощи. Мужики, банкет вот начнется. Ну-ка, собрались. Ну, давай за нас. Да, мам. Мам, почему я должна была забыть? Как меня достало, что вы меня все контролируете. Предки все зануды. Мои такие же. Они меня уже задрали со своей опекой. Забей. А с Сашкой все совсем наоборот. Он вообще перестал меня замечать. Будто сквозь меня смотрит. Не видит, Вик. Вообще не видит, представляешь? Будто я шапку-невидимку надела. Ну и дурак, раз не видит, каким бриллиантом обладает. Ну или у него... Что, Ирина? Любовница. Нет. Нет, это исключено. Да сто пудов любовница. Вот попомнишь мои слова. Он слишком порядочный для этого. Мой тоже был порядочный. А потом козлом оказался. Вот сейчас и разводимся. Да ты что? Слушай, я сочувствую. Да ничего, забей. Проехали уже. Нет, ну нет. Сашка не мог. Он другой. У нас кризис с ним просто сейчас. Это все из-за Каринки. Он ее слишком сильно любит, понимаешь? Я вот так ревную к ней. Представляешь, какая я гадина? Да никакая ты не гадина. Слушай, ты не должна любить чужого ребенка. Я тут своего иногда ебить готова. А тут чужой, детдомовский. Я не знаю, зачем я уговорила его удочерить ее. Она все время стоит между нами. Ладно. Пора забрать ее из садика. Да успеешь ты ее забрать. Слушай, а давай еще вот по одной. На дорожку. Ладно. 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 Ну не переживай, солнышко. Папа, наверное, занят, не слышит. Слушай, а у меня идея. А давай мы с Аленкой тебя в гости позовем? Да, Ален? Угу. А я тебе свою Барби покажу. Хочешь? Угу. Ну вот и отлично. А папе мы смс напишем. Он приедет к нам домой и заберет тебя. Хорошо? Угу. Так. Угу. Пойдем. Давай. Александр Борисович. Я. У нас в кабинете телефон звонит постоянно. Принял. Сейчас мы ей новое платье сошьем. А тебя мама ругать не будет, что ты это взяла? Ты что, маме нравится, когда я шью. Давай подумаем, что мы ей будем шить. О, а давай это будет верх этой юбкой. Да. Я как раз хотела это сказать. Привет. Привет. Проходи. Спасибо. Таня, прости, пожалуйста, что так вышло. Я… Да ничего страшного бывает. Девчонки так хорошо играют. Не хотелось бы их прерывать. Может, чаю выпьешь? Устал, наверное. Если честно, я отклинусь. Ну, а когда отец вернулся с зоной… У меня уже была последняя стадия туберкулеза. Причем, два месяца еще пожила… Ну, все. Печально. Сочувствую. Саша, прости за бестактный вопрос. Каринка у вас, она… Да, мы взяли ее из дома малютки. Дина очень хотела малыша, но, к сожалению, своих иметь не могла. А теперь она почему-то именно в кореши видит причину своего порока. Ты… любишь Костю? Таня… Все могло быть иначе. Саша, ничего уже не изменить. И вообще тебе пора. Тебя ждут дома, а я жду Костю. Прости. Прости. До встречи. Пока-пока. Пойдем. Пойдем-пойдем. Пока. 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 Пойдем-пойдем. Пойдем-пойдем. Мам, тебе плохо? Не очень хорошо, солнышко. Как будто ты съела мороженое. Точно. Ну все, давай умываться и в постельку. Сегодня был сложный день. Угу. Наоборот. Хорошо, что Каринка пришла к нам в гости. Не так весело играть. Ну вот и замечательно. Пойдем в ванную. Пойдем-пойдем. Пойдем. А позвоните, что забрал Каринку. Ну, не судьба. Я приехала, а там никого, кроме сторожа. Ну, ты еще попозже приехала. Мне же его не застало бы. Сашка, ну не обижайся. Ну, пожалуйста. Ну, я знаю, что я виновата. Ну, прости. Ну, поцелуй меня. Ну, Сашка, ну не отворачивайся. Я так тебя люблю, Саш. У тебя опять пахнет алкогольным. Вот скажи, пожалуйста, почему ты ее любишь больше, чем меня? Кого? Каринку. Или что, у тебя другая баба? Быстро признавайся, кого ты любишь больше, чем меня. Не говори глупости. Эй. Тогда пойдем в пости. Так. Я так тебя хочу. Если ты не забыла, у нас завтра очень сложный день. Ты всегда находишь отговорки, а на самом деле ты меня просто не хочешь. Почему? Давай поговорим об этом завтра. Нет. Мы поговорим об этом сейчас. Так, я понял, понял. Хорошо, что ты. Тихо, 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 тихо. Аккуратно. Аккуратно. Подъем. Так, подъем. И куда-нибудь. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Сашка, я так соскучилась. Тебя пару баиньки. Ну, нет. Я не хочу баиньки. Хорошо, что не спишь. Ты что, опять выпил? Немножко. Так сказать, по случаю премии. Что-то слабо верится, что у полицейских такие премиальные. Танюш. Давай, лучше подумай, на что потратим. Может, тебе колечко с брюльком купим? Костя, откуда столько денег? Таня, ну тебе не все равно. Отблагодарили за услугу, скажем так. То есть взятка? Просто помог хорошим людям. Вот и все. Костя, мне не нужны чужие деньги. Серьезно. Таня, ну вот ты правда думаешь, что твой отец не берет взяток и никогда не брал? Мой отец честный человек. Честный? Ну вот только ты мне скажи, за какие бабки он купил себе этот особняк? У них с мамой были сбережения. Они кредит брали от бабушки, наследство. У них было на что приобрести дом. Ну все, все. Таня, я просто не понимаю. Знаешь что? Не хочешь, как хочешь. Я вот эти деньги лучше... Аленкина, учебу возьму и отложу, понятно? Все. Ты завтра же вернешь их обратно. Да. Вот, сейчас, Жанна. Побежал их давать. Извини, я устал. Ничего спать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Таня. Тихо, 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 тихо. Тихо, успокойся. Саша? Таня, тихо, тихо, стой, стой. Не надо ничего говорить. Мне лучше уйти. Поехали. Что же мы наделали, Саш? Саш, я просто... Я не знаю, как дальше жить. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Я люблю тебя. Саша? 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 Дай руку, Саша! Саша? 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 Не, не правда. Пр diminσι vànguessa électr public h الله Продолжение следует... 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 Таня, прости. Так, башка раскалывается. Давай, если никто не заболел, не дай Бог, не умер. Давай завтра. Я сплю. Да, Диночка. Что случилось? Мамочка, можно я к тебе приеду? Дин, ты чего? Что, опять пьяная? Что за фигня? Машина какая-то. Наверное, пьяный какой-то вылетел. Держи. Может, и есть кто внутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Братело, тут походу мертвяк. Баба какая-то. Ого, еще себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Костя, иди завтракать Спасибо, любимая А ты? Я не хочу Я попозже Слушай, а ты вчера о чем-то поговорить хотела? О чем? Давай вечером, а разговор не очень простой И Аленка скоро проснется Слушай, ну Хоть намекни, о чем речь-то Прости Нужно ответить Да Константин Евгеньевич, у нас труп Криминал? Ну, похоже на то Рыбаки в реке нашли машину В ней женщина, мертвая, на водительском сиденье Понял, скоро буду Танюш, прости, у нас происшествие, нужно бежать Давай вечером все-таки Езжай, конечно Спасибо Алло, Рима Васильевна, доброе утро Дина, а не у вас? Нет Нет У вас что-то случилось? Она уехала поздно ночью, до сих пор не вернулась Она позвонила мне ночью, сказала, что приедет и не приехала Я не понимаю, что происходит, вы что, поссорились, что ли? Немного Ладно, я сейчас Вике позвоню, может она у нее значила Хорошо Позвони Вике И если ее там нет, сразу звони в полицию Потом сообщи мне Аркаша? Аркаша? Аркаша, ты знаешь, Дина Ночью дома не появлялась Такого с ней никогда не было Что бы ни случилось, она всегда ночевала дома Мне Мне тревожно, Аркаша Если в прачу не пойдет Еще не такое может случиться Неделями пропадать станет Знаешь, ты как будто бы злорадствуешь А между прочим, это и твоя дочь тоже Вот именно И переживая я за нее, не меньше твоего Рим, надо уговорить Дину обратиться к наркологу Но пора ставить вопрос ребром Хорошо Хорошо Здорово, Васильевич Осмотри багажник Я в салоне Парни, ну вы вокруг осмотритесь Может интересное еще есть, да? Здесь я сам Есть Николай Васильевич Спасибо Девица наша, видимо, изрядно приняла на грудь незадолго до смерти От трупа ощущается запах спиртного На виске жертвы рана Скорее всего, это и стало причиной смерти Видимо, ее сначала убили, а потом уже утопили вместе с машиной Кто-то ты меня обрадовал А у него миссия такая Нести радость людям Уносительно Тебя что, нашел что-нибудь? Пока ничего Думаю, надо пройти вдоль берега Если криминал, тогда наш человечек мог выйти Где-нибудь в другом месте, после того, как загнал машину в воду Ну вот и займись Я пытался поговорить с ней по-хорошему Сказал, что готов оставить и дом, и ресторан Он даже слушать меня не стал И запустил в меня бутылку Самое ужасное, что она уехала в ночь, пьяная на машине До сих пор не вернулась У родителей ее нет, и я не знаю, что делать Писать заявление в полицию? Да Но, может, уже вернулась, пока ты уехала? Надеюсь Ладно, а у тебя что? У меня не получилось поговорить с Костей Он вчера вечером вернулся уставший А утром вызвали на происшествие Но я поговорю с ним, обещаю Хорошо Поеду искать Давай Пока Здравствуйте Здравствуйте Это квартира Чарских? Да Оперуполномоченный майор Саенко А что случилось? Мне нужно с вами переговорить Мы можем пройти в квартиру? Ну, проходите Спасибо Рима Тут из полиции Здравствуйте Здравствуйте Вы по поводу Диночки? Ну, вы заранее не переживайте Присаживайтесь Мне нужно переговорить с вами Задать несколько вопросов Итак Автомобиль ДТ-36-84 СТ Вам принадлежит? Да Ну, на нем ездит и наша дочь Дина Наша дочь Ясно Скажите Это она? Да, это она Она что, умерла? К сожалению, да Рима Рима, подожди Я сейчас не надо Рима, подожди Сейчас Рима Рима Рима, подожди Рима, не надо Сейчас, сейчас Вот, выпей, выпей, выпей Давай Ой, и себе налетит уже Не надо Она утонула Пока Пока неизвестно Следствие Это еще выясняет Кстати, вам сегодня нужно будет подъехать в морг на опознание Простите, но такие правила Рима, я прошу тебя, успокойся Такие правила Не надо Ну, не надо Я же могу успокоиться, Аркаш Как? Скажи мне, пожалуйста, за что? За что? За что? Господи, за что это нам? Я приношу свои соболезнования, но мне все-таки кое-что нужно выяснить и задать еще пару вопросов Спрашивайте Скажите, а почему вы сразу подумали, что я пришел из-за Дины? Потому что она позвонила ночью Потому что она попросила разрешение приехать А ведь она не приехала, я подумала, что это из-за Саши Что она с ним поссорилась А Саша это кто? Это ее муж И часто они ссорились Бывало С ней было сложно Она пила Да как же ты можешь нам говорить? Ну как она несчастна была? Боже мой Римочка, лучше сказать правду Потому что если ему другие скажут Скажите, а она была несчастна Из-за проблем в семье Есть же новости? По предварительному осмотру смерть наступила от удара в висок Остальное после вскрытия Ну и вот, интересную детальку в волосах потерпевшей обнаружил Что это? Фрагмент женского ногтя Потерпевшей ногти целый И лак другого цвета Вот в этом-то и дело Это значит, что возможно Потерпевшую какая-то мадама Таскала за волосы и сломала при этом ноготь Но ногти в наше время не только дамы красят Это да Там муж погибший пришел на опознание Впускаю? Да Теплов? Да Входите Да, это Дина Когда я смогу забрать тело? Тело мы вам сможем выдать только после окончания следствия А что у нее на виске? Ее убили? Но он не заметил прокозябру А она, оказывается, притаилась в темном чулане В самом-самом темном углу И крепко-крепко закрыла глаза Чтобы они не светились в темноте И не выдали бы ее присутствие И на этом пока закончим Татьяна Сергеевна, почитайте дальше Самое интересное Только начинается Вам пора обедать А вы после обеда дочитаете нам эту сказку? После обеда детки должны спать А после тихого часа Вам дочитают? А кто же вам дочитает? Лариса Васильевна Я смотрю, меня тут уже ждут Саша Ну что, есть новости? Я подъехал к садику, но надо поговорить Хорошо Иду Саша Что-то случилось? Дина мертва Ее сегодня утром нашли в реке В машине Может, это какая-то ошибка? Я только что был на опознании Скорее всего, ее убили У нее на виске рана То есть, как? Кто убил? Я не знаю Мы в последнее время очень сильно Отдалились с ней Я даже не представляю, с кем она могла общаться Какой ужас, Саша Это я виноват Я должен был Остановить ее Не пускать ее Загрой в таком состоянии Саша, нет Не надо себя винить Сань Нам лучше не встречаться какое-то время Пока я ее не похороню Да, ты прав Тело мне отдадут по окончанию следствия Почему на нашем пути опять чья-то смерть? Это не расставание, Тань Я просто хочу максимально уберечь тебя от всего этого Мы обязательно будем вместе Я люблю тебя Я тоже тебя люблю В организме пострадавшей Значительное количество алкоголя На одежде обнаружено масляное пятно И фрагмент шинной резины Не исключено, что ее везли к реке в багажнике Так может она набухалась Сама в речку уехала По дороге, а в дверцу треснулась В багажнике треснулась А потом за руль пересела Может хватит вас троум не упражнется Алло, вы на работе или где? Наряду с мужем пострадавшая также являлась совладелицей ресторана Поэтому одна из рабочих версий дележ бизнес Впрочем, это даже, пожалуй, приоритетная версия Нормальная рабочая версия Сейчас люди на что угодно готовы пойти ради бабок Хоть мать родной убить Значит, будем раскручивать этого муженька? Ну, можно раскручивать Только тут одна заковыка есть В деле фигурирует обломок ногти Фиолетового цвета А у погибшей Цветлака был другой У всех, кто увидел труп, это помнят? Конечно Так что в убийстве, скорее всего, участвовала женщина Шершеля Фамы Ну, значит, у Теплова была любовница И они вместе решили избавиться Один Аркадий, с целью завладеть бизнесом Ну, что это у вас, мужики? Ну-ка Теплова Дина Аркадьевна Теплов Александр Борисович Старый знакомый Это из его отца Восемь лет назад Моя жена погибла Да О, как Ну, значит, точно надо Трясти этого ресторатора И трясти как следует Сегодня рано утром в реке была обнаружена затомывшая машина Спасатели достали транспортное средство из водоема В салоне обнаружили тело женщины По предварительным данным следствие женщина была убита Тело направили на судебно-педицинскую экспертизу для установления причин смерти В рамках уголовного производства продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия Почему криминалисты считают, что это убийство пока остается тайной следствием? Саша Извини я на секунду Слушай, Костя участвует в расследовании Если он хоть что-то узнает про наши отношения, он точно попытается тебя посадить Будь осторожен, пожалуйста Папа, смотри, это я наш садик нарисовала Ух ты, красиво Кареш, ты не видела, где мама свой ноутбук положила? Нет, не видела Он, наверное, у мамы Она всегда его с тобой брала О, мама, наверное, будет ругаться Она не любит, когда трогают ее вещи Кареша Мамы больше нет Наша мама умерла Тебе грустно Ты не расстраивайся Я тебе буду всегда помогать Я тебя люблю сильно, сильно Я тоже тебя люблю, малышка Я помню, как она просила слоника ей купить Мы тогда в зоопарке были Она на землю упала И кричать стала, истерику закатила Пришлось ее мороженым Мороженым успокаивать Да уж Ты всегда у нее на повод ушла Вот она и выросла Такая своенравная Мы ведь ее любили Конечно, любили Аркаш Как мы без нее теперь Жить будем? Знаешь, может быть, нам Каринку себе забрать Все-таки Утешение будет на старости лет Рим Ну, ты же знаешь Это бесполезный разговор У Каринки есть отец И он ее любит А если Сашу посадят? Ты чего? За что? Знаешь, Аркаша, мне покоя не дает тот ночной разговор Да, почему она позвонила ночью Почему шептала в трубку Может быть, она боялась, что ее Убийца услышат А может быть, этим убийцей И был Саш Они в последнее время очень плохо жили Ссорились все время Она им одосаждала Знаешь, я тоже часто Про этот Ночной звонок думаю А ты уверен, на что Звонила именно Дина? Не знаю Ты понимаешь Если бы тогда в трубку шептала Дина Она бы не стала говорить к тебе Она бы сказала Можно я к вам приеду, понимаешь К вам Действительно, как-то Странно Ну И вообще, этот звонок Очень поздний Практически под утро Дина не могла позвонить Ну, не могла она Как ты думаешь? А что это Что это все значит? Не знаю Но думаю, что следователю Нужно обязательно Обо всем этом сказать Как там у вас Расследование продвигается? Нормально Что ты вдруг Спрашиваешь? Ну, я всегда Интересуюсь твоими делами И потом Дочка Дина Аркадьевна Ходит ко мне в группу У нас в садике Все только об этом и говорят Ну, я уверен, что ее муж убил Только в садике Об этом говорить нельзя Тайны следствия Ну? Но Теплова пила И она периодически Уходила в запои Об этом все в саду знали Ее же мог убить ее Собутыльник, например Мог Только я вот думаю, что Мужу Надоели ее бесконечные пьянки И он завел себе даму сердца И они потом вместе От нее избавились Так что сейчас Мы выясняем насчет Любого цены Наверняка у него есть Что тебя так удивило? Я не понимаю, почему Вы ничего не знаете О человеке Думать о нем Сразу самое худшее Ты что? Сопереживаешь убийцу? Тань, ты его знаешь? Нет То есть, да Я же сказала Его дочь ходит ко мне в группу А раньше вы пересекались? Куся, я не понимаю К чему ты клонишь? Да я сам Много не понимаю Есть нюансы Сергей Николаевич Сказал, что отец Теплова Виновник смерти твоей матери Прости Прости Так Я спать Ты скоро? Люблю тебя Где? Вот тут? Да вот здесь Как зануды Прямо Ага Вот тут? Да Пора тебе, дружок В отставку Устаешь ведь Не молоденький Да нет Рано еще Дел полно Призять и помочь надо Поддержать Пускай сам карабкается Да он и так старается Изо всех сил Кстати, работает сейчас Над делом Теплова Знакомый фамилий Это тот, который Да, да, да Это сын того самого водителя Который отправил Мой вален в тот свет Как же хорошо Что я смог убедить Таню Расстаться с ним Я почти уверен Что этот Саша виновен В смерти своей жены И Костя Докажет его вину Он хваткий парень Молодец Такое ощущение Что ты злорадствуешь А у меня такое ощущение Что кто-то ленится Делать своему мужу массаж Просто мне Так показалось Что ты предвзято Относишься к этому парню У тебя такая должность Ты Ты должен быть Беспристрастен К любому делу А тем более к этому И я не ленюсь Делать тебе массаж Где-то Вот этот Да Вот Да Отпустил Спасибо Море волнуется Раз Море волнуется Два Море волнуется Три Морская фигура На месте Заври Так Водит Толик У него самая лучшая фигура Давай И у тебя тоже Она сейчас водит Толик Давай Море волнуется Море волнуется Раз Море волнуется Два Море волнуется Три Морская фигура На месте Так дети Быстро в группу Мы еще не доиграли Быстренько Я сказала В группу По парам И Давайте Давайте Наташ Тина Сергеевна Вы их очень рано привели Еще обеда не привезли Наташ Ты можешь почитать им книгу Конечно могу Что-то случилось Потом объясню Спасибо Так Толя Что нарисовал Показывай Возьми трубку Мужа Возьми же трубку Саша Извини что беспокою Тут ерунда такая Короче Тут шлет фотки Анонимно Он явно за нами следил И знает про наши отношения Что делать Таня Он сказал Что он хочет Пока нет Только шлет фотки Слушай Ко мне кто-то пришел Я думаю Что это из полиции Давай позже Созвонимся И договоримся Что будем делать Да Может удастся Вычислить штажист Все пока Да Да я слушаю вас Добрый день Старший оперуполномоченный Покровский Константин Евгеньевич Хотел позадать вам пару вопросов Могу войти в дом? Да Проходите Алло Кто это? Не важно кто я И откуда у меня эти фотографии Важно что они помогут вывести на чистые воды Любовников убийц Что вам это мне нужно? Деньги Чтобы я хранил вашу степловую тайну Сколько? Александр Борисович Давайте начнем с самого главного Где вы Были в момент смерти жены Я не знаю В котором часу Дина погибла Отсюда она уехала Около часа ночью Почему же вы ее отпустили? Она ведь была нетрезвая Опасно В таком состоянии Садиться за руль Вы же это понимали Не смог У меня не получилось Она в этом состоянии А вот это Результат ссоры с женой? Да Она вчера швырнула в меня бутылку Она попала в свадебную фотографию Осколок отлетел прямо в глаз Из-за чего поссорились? Дина Выпивала Мне это не нравилось Я пытался ее остановить Обычно это вызывало у нее агрессию Так случилось и вчера А у вас ведь общий ресторан С погибшей Да? Да Но к вчерашней ссоре Это никакого отношения не имеет А я вот думаю наоборот Алкоголичка жена Мешает бизнесу Мешает жить Вот вы и решили От нее избавиться Это вы убили жену? Мне не зачем это делать Я любил жену Я надеюсь вы не против Я здесь все тщательно осмотрю Мне скрывать нечего Осматривайте Спасибо Спасибо Там наша гардеробная Ее вещи я уже просмотрел А что так? Улики хотели скрыть? Нет Я пытался найти хоть какую-то зацепку Я тоже хочу знать Кто убил мою жену Ну Ну-ну Ой, простите Ой, простите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На сегодня, пожалуй, все Вы из города никуда не уезжайте На случай, если еще вопросы возникнут Уезжать никуда не собираюсь Как я уже сказал Меня скрывать нечего Да? А может все было не так, как ты говоришь, а? Шваркнул ее по голове бутылкой Где, кстати, она? Выбросил Ну тогда ты мне для полноты картины Расскажи, как все было в тот вечер Где ты сидел? Где она? Еще раз рассказываю Я пришел со стороны ворот Встал вот сюда Дина сидела здесь В руках у нее был бокал вина Здесь стояла бутылка Дина увидела меня Встала и подошла Так Динься! Динься! Вот так Иди сюда Отсегда подогнем по другу самого Да, сначала посмотрим, что будет в конвертике Я сам скажу Да? Не знаю Ну давай, сам посмотрю Говоришь, не знаешь? Не знаешь? У вас когда началось, а? Я тебя спрашиваю Да когда началось? Вы ее вместе замочили Вы ее вместе замочили На, хоть воды попей Держи Катюша Блин Выхватил у меня сумку Там были все деньги Самое противное Что я воспользовалась деньгами Которые Костя заработал Нечестным путем Я ведь даже сначала Притрагиваться к ним не хотела А теперь украла их у мужа Чтобы отдать шантажисту Кажется, ты глупая и неосторожная Ну зачем ты ему заплатила? Он теперь так и будет С тебя деньги тянуть Слушай, ну может это Саша Сам убил свою жену А ты так подставляешься Катя, я никогда в это не поверю Человек загнанный в угол Способен на многое А это тут на кону его ресторан Его детище Да он хотел ресторан Дине оставить после развода И дома ресторан Может он специально тебе это сказал? Ты не задумалась Почему он так быстро с тобой Отношения разорвал? Кать, все, я не хочу это слушать Скажи, Ловча, ты Ты, если что, сможешь деньгами выручить? Куда же надеваться? Здорово Колян Давай, открывай свою богадельню Кто же его так разукрасил-то? Задержанный упал При попытке к бессе Ранее он должен Алло, Тань А ты где сейчас? Дома пока Ну, собираюсь за Алленкой Скоро в сад идти, а что? Не уходи, пожалуйста, никуда У меня к тебе разговор срочный Подъедай сейчас Хорошо Жду Что-то случилось? Дежурный Дежурный Мне нужно позвонить Не положено Пожалуйста Не положено У меня дочка маленькая в садике Ее мать умерла Нужно бабушке с дедушкой сообщить, чтобы забрали Мне телефон можешь не давать Но хотя бы сам набери Очень прошу Уговорил И кто это, Сафра? Слушай, я спросить хотел Почему ты в прошлый раз так Подробно интересовалась убийством? Просто Ее дочка Карина Ходит к нам в сад и Мы теперь точно Знаем, что у Теплова есть любовница Мы ее ищем Найдем быстро У нас есть ее фотография Костя, я хотела тебе все рассказать в тот вечер Помнишь? Когда ты не смог меня выслушать Да Я встречалась с Сашей Костя, я люблю его И очень давно Мы решили вам все рассказать И Саша поговорил с Диной Да, потом убил ее У нее следы насилия На теле и на лице У Теплова тоже царапины на лице Это неправда Он не мог ее убить Хватит Хватит, Тань Я изъял фотографию Я не хочу, чтобы ты была замешана в этой грязи Никто не должен узнать Что у тебя связь с убийцей Иначе моей карьере конец Что? Карьере? Тебя интересует карьера? Да, Тань Меня интересует карьера Так же, как и твоя жизнь Ты прекрасно знаешь Что я желаю тебе только добра А, добра Да, Тань, добра Ты должна стать моей союзницей Помочь мне упрятать Теплова за решетку Потому что он убийца Я прошу тебя, Тань Тань, Тепло все равно сядет А мы с тобой все забудем Будем жить дальше Я тебе все прощу, правда Я тебя люблю А я тебя нет И я добьюсь справедливого расследования И никогда, слышишь Больше никогда не позволю собой манипулировать Уходи Тань, не время сейчас устраивать разборки Мне нужно защитить тебя Тогда уйду я Ну и сядешь тогда вместе со своим любовником Сядь что я прошу тебя давай остынем нормально поговорим у нас же дочь ну давай хотя бы ради алленки попробуем начать все заново я уверен у нас получится ничего у нас уже не получится кости наш брак вообще был ошибкой ошибкой да мы 7 лет 7 лет были счастливы пока ты не решила все разрушить из-за какого-то урода который по-любому сядет ты думаешь почему почему он пытался сбежать да потому что ему есть что скрывать и теперь он сидит в изоляторе а знаешь что я завтра сделаю я пойду к следователю и скажу что это я убила теплового и кому-то сделаешь лучше а идиотка ты же не только меня поставляешь ты еще отца своего поставляешь так а что у нас там на ужин да а сметану к перемешкам купила ну все все хорошо хорошо я скоро буду ну жди давай сергей товарищ что случилось вот что это сами посмотрите тэнни связь с подозреваемым в убийстве тепловой этого только не хватало сергей николаевич я люблю готов простить но таню надо выводить из-под удара но вы же можете подключить свои связи нужно как можно скорее выдвигать обвинение теплову ладно ты иди я подумаю как это сделать и и и и и и и д я У вас есть на улице? В ИБС перевели. Мотив для убийства есть, алиби нет. Да еще пытался сбежать при задержании. Ну что, дожмем, есть еще трое суток. Я не понимаю, что ты с ним тянешь. Дожимай быстрее. Так вопросы есть. Например, следы крови, обнаруженные на террасе, принадлежат самому подозреваемому. Крови потерпевшей в доме нет. Ну, мог и пить, и в другом месте. Мог, но это тело не в дело, как говорится. У нас место преступления не установлено. Орудие убийства не найдено. Да и распечатку звонков с номера потерпевшей еще не получили. А там, кстати, может быть, что-нибудь интересное. Следы стынут. Ты понимаешь, Николай Ильич? Хорошо же я могу поделать. Ну как что? Идти по горячим. Рома! Привет. Привет. Смотри, какой у меня робот. Классный. Мне папа купил. Ром, бери Аленку. Идите в комнату играйте. Катя, я тебя оставлю Аленку вон на долго, ладно? С папой надо переговорить. А там разговор не для детских ушей. А что за разговор такой? Я потом тебе расскажу. Так, держу кулачки. За Аленку не переживай. Сколько нужно, столько и побудет. Спасибо. Вообще-то за такие дела я могу и схлопотать. Но никто же не узнает. Правда? Продолжение следует... Что ты там хребешь-то? Сказать ничего не хочешь? Ясно, ясно. Я не надеюсь, что такая гнилька, как ты, признается, в Сыдеевом. Ты решил душу отвезти. Тебе же завтра ублюдка отпустят. Чего смотришь-то? Отпустят, отпустят. Пёрышки свои почистишь и обратно в обычную жизнь. А возлюбленная твоя варежки поедет вязать. Справедливо? А это не важно. Она признательно я подписала. Ради тебя, мразь. Чего она в тебе нашла, сморчок? Жалко, только ребенок без матери останется. Из-за тебя, мразь. Твой. Конголь! Я же все для него сделал. Я же его сам в отделение привел. Такие условия создал. Бабу свою не смог удержать. Сережа, успокойся. Да как ты успокоишься? Надо придумать теперь, как ее вытащить из этой истории. Танечка. Танечка. Как же хорошо, что ты пришла. Объясни мне, пожалуйста, как же ты во все это вляпалась? Теперь надо будет тебя отмазывать. А не надо мне отмазывать. Мы не виноваты, что любим друг друга. Он убийца. Это ложь, пап. И я буду за него бороться. А у тебя есть выбор. Либо ты встаешь на мою сторону и обеспечиваешь справедливое расследование. Либо я все сделаю сама. Забудь его. Это приказ. Сережа. Подчиненным будешь приказывать. Я не хочу второй раз потерять Сашу. Я люблю его. И всегда его любила. Танечка, не уходи. Танечка, папа не со зла. Не со зла это говорит. Он просто переживает за тебя. Таня. Таня. Тебе плохо? Сережа. Сережа. Тане плохо. Ну, спокойно. Ложись. Ложись. Сергей. Танечка. Таня. Отчтулась. Ну, слава богу. Как же ты нас напугал. Водечки, папа. Завтра же к врачу. Поняла меня? Пап, мне уже лучше, правда. Да, я просто переволновалась. Мне пора. Я Алёнку у Кати оставила. Нет, ты ж оставай ещё у нас. А за Алёнкой я сам съезжу. Не надо, папа. Таня, ну не заслуживай твоих переживаний. Ты подумай об этом. Папа, если ты так ничего и не понял, нам не о чем с тобой разговаривать. Таня. Таня. Танечка, подожди. 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 Ну, не уходи. Я не понимаю, почему все так поверили, что Саша способен кого-то убить. То он... То он самый порядочный человек из всех, кого я знаю. Я тебе верю. Верю. Он собирался с пустыми руками уйти от жены. Дочку только хотел забрать. Дина её всё равно не любила. Послушай, если Саша ни в чём не виноват, значит, всё образуется. Вот увидишь. Да не виноват, конечно. Это всё Костя. Он мне так и сказал, что он посадит Сашу любой ценой. Человек, который берёт взятки, способен на другую помощь. Что? Костя берёт взятки? А ты папе об этом сказала? Я просто не хотела доносить на собственного мужа. Так, ну ясно. Знаешь что, я поговорю с папой. Я думаю, что он прислушается. И всё будет хорошо. Да? Спасибо. Я на твоей стороне. Спасибо. Серёжа, она права. Ты должен обеспечить непредвзятое следствие. А почему ты решила, что оно предвзятое? А разве нет? Костя ревная застит глаза. И он, конечно же, сделает всё, чтобы упечь Сашу в тюрьму. А тебе, Серёженька, не даёт покоя старые душевные раны. Да, я не понимаю, как Таня смогла забыть смерть матери. Я не понимаю этого. Потому что Валя погибла по вине его отца. Но ведь ты же отомстил за это, Серёжа. Борис тогда должен был получить четыре, три или вообще условный срок. А загремел на целых шесть лет. Скажи честно. Ты же использовала тогда свои возможности. Он заслужил это. Заслужил, не спорю. Правильно, что он сидел. Но и отплатил сполна. Зачем ты хочешь, чтобы... Чтобы сын отвечал за действия отца? Ты при этом губишь жизнь своей дочери. Ну, неужели ты не видишь, что она любит Сашу? Лен, это блажь. Чистая блажь. Ну, какая же блажь, если эту блажь восемь лет не излечили? Она любит его. Это настоящая любовь. Послушай, Лен. Вор должен сидеть в тюрьме. Убийца тем более. И дочка. Всё. А Танька перебесится. Послушай, Серёжечка. А если Теплов не виноват? Ну, ведь бывает такое. Почему ты не хочешь разобраться по совести? И отбросить личные мотивы. У Кости шкурный интерес сохранить семью. Шкурный. Ты уверен, что он не использует грязные методы? Если человек взяточник, то... Кто взяточник? Костя. А ты не знал? Подожди. Ты хочешь сказать, что я взяточника прикрываю? Я хочу сказать, что Костя темная лошадка, как выясняется. Ну, ничего себе новости. Это Таня сказала? Таня. Может быть, тебе стоит взять под личный контроль это дело? Помоги своей девочке. Ну, ведь она же не просит, чтобы ты прикрывал Теплова. Она хочет честного расследования. Честного. Ну, может быть, ты и права. Ну, чтоб я без себя делал. Я тебя люблю. Ты самый лучший в мире мужчина. Слезай, моя очередь. Я еще хочу. Ах так. Гена. Я просила занять детей, а не устраивать тут скачки бегемотов. Можно потише? Значит, пацаны, рисуем. Я не пацаны, я девочка. Ну, тогда дамы и господа, да, Ром? Да. Будем рисовать? Давай бегом за льбомами и красками. Давай пять. Завтра пойду к следователю, я все ему расскажу. Саша, ну, ты же ничего не знаешь. Я надеюсь, ты не собираешься брать, чтобы Саша алиби обеспечить? Нет, конечно. Я просто скажу, что Саша собирался после развода все оставить Дине. Тогда у них не будет мотива преступления. Вряд ли. Но это не поможет. Но это же ниточка, за которую может потянуть следователь. Ведь кто-то же меня шантажировал. Кстати, надо найти байкера. Ты думаешь, его реально найти? Их полно в городе. Ну, значит, обойду все байкерские клубы. Не знаю, раз он так много знает, значит, может быть, чем-то полезен. Хотя, если на следователя надавили, ну, в том-то и дело. Слушай, подруга, давай-ка я тебя накормлю, уложу в постель, утро вечером и приемлю. Слушай, а ты случайно не... У тебя тест есть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а так, в принципе, все молодцы. По-моему, прекрасно поработали. Спасибо. Уважаемые коллеги, вам не кажется, что мы гоним лошадей? Почему ты так думаешь? Да потому. Мне пришла распечатка звонков с телефона погибшей. Можно? Конечно. Я ознакомился. Она часто общалась с одним абонентом. Номер левый. Оформлен не на живого человека. И предпоследний звонок она делала именно на этот номер. Да, вот последний звонок с номера Тепловой. Она звонила родителям в три утра. В три утра. Правильно. А по заключению экспертов, в три утра она уже была мертва. Кто-то явно пытается ввести в заблуждение родителей следствия. Родители тоже не поверили, что звонила им дочь. Владимирич, а тебе что, заняться нечем, что ли? Тебе висяков не хватает. Мужики, мне знаком этот номер. Это один из номеров частного сыскаря Влада Кривицкого. Скользкий типчик, Шерлока Холмсом себя мнит. Ну да, вот. Он мне как-то звонил с этого номера. Смотрите. Так это, может мне с ним пообщаться? Послушайте, а вам не кажется, что к делу все это уже не имеет ни малейшего отношения? Значит так, дело закрыто, передано в суд. Всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал. Здравствуйте. Здравствуйте. А, простите, а вы кто? Я вам звонила, просила принять. Вот пропуск. А, это с ходатайством по закрытому делу Теплова, что ли? Да. Насколько мне известно, дело можно возобновить в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. И я знаю про эти обстоятельства. Ну и что у вас ново? Дело в том, что я любовница Теплова. И меня шантажировал неизвестный, прислав на телефон вот эти фотографии. Зачем он за нами следил? Может, это он убил? Посмотрите. Да нет. Видите ли, нет смысла смотреть эти материалы. Теплов дал признательные показания. Что? Тепла? Это неправда. Он не мог ее убить. Послушайте, вы считаете, что Теплов убил жену из-за ресторана. Но он собирался приписать его на нее. Значит, у него не было мотива преступления. Девушка, выпейте воду и успокойтесь. Да не надо меня успокаивать. Я что, не знаю, как у вас тут все делается? Наверняка заставили его уговорить себя. Вовсе нет. Сам попросился на допрос и все рассказал. В любом случае, дело уже передано в суд. Прошу вас. Подождите, но эти фотографии, это же новые обстоятельства. Аноним присылает мне их на телефон сразу после убийства. Почему вы не хотите найти его и во всем разобраться? Это же игнорирование улик. Или вам все равно? Гражданка, гражданка, выйдите, пожалуйста, из кабинета. Быстро. Да никуда я не уйду. Дайте мне ручку и бумагу. Я буду писать признательные показания. Вам же все равно кого сажать? Да. Васильич, у меня к тебе разговор по делу Теплова. Ну, так ты сам просил ускориться. Он создался. Что не так? Ну, там много неясного. Дело непросто. Я решил сам разобраться. Так что ты пока дело в суд не передавай. Так я уже все вон-то. Хотя, есть возможность возобновить выполненное открывшимся в сервисе. Тут пришла любовница Теплова. Пишет явку с повинной. Отверждает, будто это она убила Теплова. Что? Васильич, никуда я не выпускаю. Я сейчас буду. Послушайте, я уже вторую чашку чая выпиваю. А вы все мемуары пишите. Вот. Вы обязаны возобновить дело. Ну, а где... Где подробности? Нет, пишите все в деталях. Где убили, как убили, куда дели орудия преступления. Тань, ну и что ты творишь? Пап, ты все равно меня не остановишь. Николаевич. В смысле, я... Я не знал, что это твоя дочь. Извини. Да тебе не за что извиняться. Так, полагаю, вам нужно переговорить. Я на пару минут. Да, спасибо, Васильич. Тань, подожди. Тань, 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 успокойся. Послушай, я посмотрел дело, там действительно много неявшного. И раз Костя не приобщил делу компромата, он мог ее что-то утаить. Ты знал про фотографии? Да, да, я знал. Хотел тебя как-то спасти, защитить, но... В общем, все пошло как-то... В общем, я беру дело под свой контроль. Правда? Юр, привет. Ты не мог бы принять мою дочь? Понятно, ложному делу. Во сколько? А, хорошо, подъедет. А материалы следствия тебе ребята мои передадут. Спасибо большое, Юр. На связи. Значит так. Юрий Борисович Руденко. Это лучший адвокат в нашем городе. Поможет вытащить твоего Теплова. Если он... Не виноват, конечно. Так. Дуй по этому адресу, он тебя ждет. А я тут с операми переговорю. Держи. А вот это отдай мне. Пап, я хочу увидеть Сашу. Нет. Ты ни жена, ни родственница, тебе не разрешат. Пап, ну пожалуйста. Ну ты же можешь на них повлиять. Прошу тебя, это очень важно. Я должна увидеть Сашу. Я должна понять, почему он себя оговорил. Пап, прошу тебя. Ну пожалуйста, пап. Тепловно, выход. Лицом к стене. Повернулся. Во время свиданки любой физический контакт запрещен. Ясно? Ясно. Проходим по коридору. Проходим. Можно нам остаться наедине? Не положено. Садимся за стол и разговариваем. Пожалуйста. Мы недолго. Сказал же, не положено. Пожалуйста, я вас очень прошу. Лады, у вас пять минут. Я прикурю за дверь. Спасибо. Саша. Саша, зачем ты это сделал? Ко мне вчера приходил твой муж и сказал, что ты взяла все вину на себя. Зачем ты это сделала? Костя тебя обманул. Я сегодня ходила к следователю и сказала, что напишу явку с повинной. Ты же у меня просчитал, надо же. Он надеялся, что тебя посадят и у нас с ним все наладится. Я ведь ему во всем призналась. Сказала, что у нас с ним все кончено. Саша, мне плевать на репутацию. Мне вообще на все плевать. Для меня главное, чтобы ты вышел отсюда, слышишь? Я испортил тебе жизнь. Прости. Я сама ее испортила, когда с тобой рассталась. Сейчас все будет иначе. А дело возобновят. Ну, я действительно виноват в гибели Дины. Хоть и косвенно. Саша, это не так. Я должен был сразу сказать ей, что люблю другую. И в туроковую ночь я обязан был ее восстановить. Так что за все надо платить. Ну, ребенок-то ни в чем не виноват. Твой ребенок, Саша. Я беременна. Я очень счастлива. Саша, давай бороться ради нашего малыша. Все, это не закончено. Возвращаемся в камеру. Папа нашел лучшего адвоката в городе. У нас все получится. Возвращаемся в камеру. Я люблю тебя. Люблю тебя. Проходим. Вызывали, Сергей Николаевич. Да, присаживайся. Я тебя отстраняю от дела Тепловой. В смысле? Я же старший опер. А теперь уже нет. Посидишь на телефоне в дежурной части. Вы что, правда, поверили заявлением дочери, что Теплов не виновен? Да я вам зуб даю, он преступник. Побереги зуб. Он тебе еще пригодится. Сергей Николаевич, вы что, не понимаете, что ли? Вся эта бодяга разрушает жизни сразу нескольким людям. Мне, Тане, Аленке. Вас-то тебе тоже зацепят. Ты что, мне угрожаешь? Я понять пытаюсь. За что, а? Ну, Таня, вопрос. Я надавил на Теплова немного. Это ради Тани? Это Таня просила тебя взятки брать? Или избивать задержанного до полушмерти? Вот что. Пиши рапорт. И увольняйся. То есть, как забрал? Таня, но я же не в курсе, что у вас с Константином Евгеньевичем какие-то проблемы. Он пришел, Аленка обрадовалась. Он, правда, слегка под шофе был. Извини. Извини, что я с ним Аленку отпустила. Нет, все в порядке, правда. Просто Костя меня не предупредил. Вадик! Мама, а меня папа из Татика забрал. Солнышко, а вы где? Дома в лего играем. Дай с папе трубку. Нет, не надо. Я скоро буду дома. Смотри, какое мы с тобой. Домик смастерили. Это не домик. Это замок. Хорошо. Замок. А живет там моя принцесса. Мама пришла. Все хорошо. А мы с тобой пойдем гулять. Солнышко, поиграй пока в своей комнате, ладно? Нам с папой нужно поговорить. Это не решит твои проблемы. А это только мои проблемы, да? Мог бы не демонстрировать ребенку свое состояние. Ты еще в сад в таком виде пришел. Тебя же не интересовала репутация. Я переживала за Аленку. Мог бы сказать, что ты ее заберешь. И ее отец, ясно? Я имею полное право. Видишь, ты с дочерью рукой. А да, я мечу. И где я хочу. А если ты вдруг надеешься отобрать у меня дочь через суд, то я тебе это очень не советую. Ясно? Значит так, я забираю Аленку, и мы пока поживем у родителей. Подожди, подожди. Я идиот, я понимаю. Но я тебя прошу, ты же отбираешь у меня все. Работу. Дочь. Не надо, пожалуйста, я тебя прошу. У тебя есть неделя, чтобы собрать свои вещи, найти съемное жилье и уйти отсюда. Ласточка моя, чего ты так рано? Куда ты собралась, а? Бабушка, я в садик хочу, по ребятам скучаю. С ними весело. Меня же папа сегодня отвезет. Солнышко, мы с тобой в садик не пойдем. Мы с тобой пойдем в зоопарк, да. А папа сегодня не приедет, он в тюрьме. Зачем ты берешь, чтобы папа в тюрьме? Он хороший. Конечно, конечно. А ну-ка, иди сюда. Бля. Бабушка пошутила. Твой папа хороший. Ну, он просто уехал, он скоро вернется. А ты что, не умы? Это я в садик собралась. И зубки не почти всего. Ну, ай-яй-яй. Давай, бегом улыбаться. Давай-давай. Зачем такие вещи ребенку говорить? Ты же прекрасно знаешь, Саша не виноват. Поэтому разберутся и отпустят. Он ее погубил, он должен сидеть. Рим, а... И в садик ей ходить незачем, потому что там работает эта фифа-любовница его. Рим, послушай меня. Я понимаю, тебе тяжело. Нам обоим нелегко. Ну, где-то мы сами виноваты. Упустили в свое время Дину. Я не могу больше слышать о том, как мы ее упустили. Рима, Рима, послушай меня. Мы сейчас можем упустить Каринку. Ты же все испортишь, если будешь настраивать ребенка против отца. Убийцу найдут. Сашу выпустят. А он не подпустит нас, Карине. Ты что, этого хочешь? Ну вот. Так что... Давай. Одевайся. И веди ее в садик. Ну хочешь, я сам отведу, а? Не надо. Я сама. Ну, давай. Ну что, Татьяна Сергеевна, я внимательно изучил материалы дела. Ничего существенно против Теплова нет. Никаких прямых улик. Так что его освобождение, я думаю, это дело времени. Спасибо вам. Не спешите благодарить. Нам нужно иметь свою версию случившегося. Провести адвокатское расследование, потому что, похоже, в деле убийства Дины замешана женщина. Ну, очевидно, была драка, и нападавшая оставила в волосах убитой улику. Ну, фрагмент фиолетового ногтя. Нам надо найти драчуни. Если что, я готова помочь. Я уже попыталась найти шантажиста, поездила по байкерским клубам. А, давайте попробуем по-другому. Вот ваши с Тепловым фотографии, судя по всему, байкеру передал частный сыщик. Почему вы думаете, что они от сыщика? Потому что в распечатках разговора Теплова есть некто Влад Кривицкий. А он и есть частный сыщик. Кстати, в доме Тепловых ваш муж нашел фотографии. И вы сами подтвердили, что это те же самые. Знаете, а наведуюсь-ка я к Кривицкому. Спасибо, всего доброго. Я вам позвоню. А можно я с вами? А зачем? Хотя, если Кривицкий следил за вами, он растеряется и, возможно, сообщит что-то интересное. Смотрите, это байк, на котором был похититель. Или похожий. Нет, точно этот. Если байк тут, значит и похититель где-то рядом. Прошу вас. Добрый день. Вы по какому вопросу? Вы записаны? Можем записаться прямо сейчас. Юрий Борисович Руденко адвокат. Татьяна Сергеевна Покровская. Мой клиент. Владислав Витальевич у себя? Сейчас я спрошу. Может, он занят. Не стоит, не стоит. Мы не займем много времени. Владя Дрюкс. Владислав Витальевич. Это мой адвокат, Юрий Борисович Руденко. Мы приехали, чтобы забрать мою сумку. Какую сумку? Вы вообще о чем? Которую вы у меня забрали. Там лежала большая сумма денег. Милая девушка, я вас сейчас вижу. Впервые в жизни. Татьяна Сергеевна, присаживайтесь, пожалуйста. Владислав Витальевич, как вы думаете, адвокат моей квалификации стал бы зря терять времени, если бы не был уверен на сто процентов, что вы шантажировали Татьяну Сергеевну? Значит так. Уважаемый, у меня через пару минут встреча с очень серьезными людьми. И в избежание недоразумения я прошу вас покинуть это помещение. Иначе мне придется вызвать охрану. Да. Не хотите договариваться? Ну что ж, я буду вынужден вызвать полицию. Я думаю, полиции найдет здесь много интересного. Кстати, вы же листаете уголовный кодекс? Знаете, сколько дают за ограбление? А за шантаж? Давайте, вы молодец, Юрий Борисович. И вы молодец. А я, а я подонок. Я конченый человек, я бес попутал. Это жара аномальная. Давайте все успокоимся. Я вам сейчас все верну. Буквально две минуты. А вы в это время никуда не будете звонить. Да? Две минуты. Вот. Вот, пожалуйста, ваша сумочка. И вот деньги. В целости и сохранности. Я могу рассчитывать на то, что этот досадный инцидент останется, так сказать, между нами и моей лицензией в будущем ничего не угрожает? Ну, конечно, безусловно. Ну, безусловно. Но для этого вы должны рассказать все, что было в тот вечер, когда вам звонила Дина Аркадьевна. Она же ваша клиентка? Да. Дина Аркадьевна была моей клиенткой. Мы с ней общались. Она просила меня последить за ее мужем. Вот. Но в тот вечер мы не виделись. она позвонила, сказала, что приедет, что заплатит, но так и не приехала. А мы со Светой ждали ее, не дождались и уехали. Света это ваша секретарша. Да, Света это моя секретарша. Я ночевал у нее. Это история об секретарше. Вы мужчина, вы должны меня понять. Вот она может подтвердить. А потом я узнал, что Теплова умерла и подумал, что могу стрясти свой генерар при всем оложении. Любовница Теплова. Ну, конечно, конечно. Вы же не зря старались. У Светы был темно-фиолетовый лак. Да, но ногти в ней не обломаны. Но она могла нарастить. Логично. Ну, вообще, у этой парочки рвится в пушку. Было бы неплохо получить их образцы ДНК. Правда, это нелегитимный материал, но зато, если будут совпадения, мы можем официально раскручивать этот клубок. Надо что-то придумать. Владислав Витальевич, я тут обнаружила, что из сумки пропала помада. Господи, как уже странный сегодня день. Татьяна Сергеевна, какая помада? О, ну, Света на губах. Влад, это моя помада, я ничего не брала из этой сумки. Девушка, верните лучше по-хорошему, если не хотите неприятностей. Ну, вы молодец, Татьяна Сергеевна, лихо изъяли Светлану на помаду. Ну, могу взять в помощницу. Спасибо. Но я свою работу люблю. Меня дети ждут. Буду благодарна, если подбросите на детского садика. Конечно, с удовольствием. Ну, что, Светлана Егоровна, так и будем отпираться. В принципе, для следствия картина, в общем-то, довольно ясна. хочу дать вам шанс. Если напишите я в кусковину, и суд это зачтет. Это все Влад. Мы с ним уже несколько лет встречаемся. Он жениться обещал. А в тот вечер он не пришел и на звонки мои не отвечал. Я сразу подумала, что-то не то. Он на эту Дину и раньше облизывался. Играет музыка. Ну, ты урод. Опять ты лезешь не в свое дело, дура? Ты мне не жена. Я просто с тобой сплю. Я вообще сплю с кем хочу. Понятно? Стива, не напишу тебя, не напишу. Успокойся. Женюха! Женюха! Тварю убью! Возьмите. Понимаете, это случайно вышло. Мы сами с Владом испугались. Он предложил ее отвезти подальше от офиса. Родителям Дины Аркадьевны вы позвонили? Влад мне сказал, что так мы запутаем следствие. Ты красивая? Ты просто принцесса. Я так и знала. Пепа пришел! О, привет! Привет! Привет, хорошего. Ты готова? Да. Да? Сейчас. Здравствуйте. Здравствуй. Мы поехали. Подождите, подарок. Подарок забыли. Акаша, подарок. Подарок? Что-то не забыли для Аленки подарок, да? Держи свои подарки. Все, целую бабушку и дедушку и надо ехать. Давай, давай, давай. Целую, целую, целую. Ну, целую, чего ты? Спасибо. Пока. Пока, пока. Ну что, не дождались дедушку? Тебя дождешься? А как же? Твоя-то работа не будет. А я, между прочим, рапорт подал в отставку. Да. Ну, ты что? Да, теперь я буду профессиональным дедушкой набегать. Вон, внучки рождут. Две. Скоро третья будет. Что, опять девочку родить? С кем же я буду на рыбалку ходить? С девчонками, со мной. А где наши-то дети? Саша и Таня пошли прогуляться. Ну, ты чувствуешь, он может как-то шевелится? Угу. Да? Можно послушать? Я ничего не слышу. С пелендоскопа можно услышать сердечко. Он же еще совсем крохотный. Он? Подожди, ты сказала он? Ну, ребенок в смысле. Пол мне пока не сказали. А, понятно. какая разница? Полная. Я вас уже очень сильно люблю. И мы тебя. Не устал? Может, пойдем? Пойдем. Кстати, у меня есть кока-кай-иди. Когда родится малыш, я приготовлю вам кое-какой подарочек и спрячу его в таком месте, где ты его никогда не найдешь. А вот и найду. Никогда. Найду, найду, найду. Не найдешь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok